В средней школе номер 65 работают четыре медицинские сестры. Они проводят профилактические осмотры школьников, назначают им безрецептурные препараты и, если есть необходимость, направляют к врачу. Медицинских работников сюда наняли из частной поликлиники за счет средств фонда обязательного социального медицинского страхования. Обеспечивать школы качественной медицинской помощью теперь входит в обязанности фонда. Таких кардиналных изменений, конечно, не будет, потому что медицинская помощь, как и раньше была на основном контроле, и она дальше продолжает быть на основном контроле. С этого года, согласно утвержденным тарифам, на одного ученика в месяц уходит 470 тенге 84 тенге. То есть в совокупности это очень колоссальная сумма. На услуги школьной медицины в Казахстане в этом году предусмотрено 18,6 миллиардов тенге. В эту сумму входит ежегодный профилактический осмотр школьников, плановая вакцинация и осмотр школьников врачом-стоматологом. Кроме того, из средств фонда обязательного социального медицинского страхования будет обновлена мебель, техника и докуплено необходимое оборудование в пришкольные медицинские кабинеты. Улучшилось оснащение медицинского кабинета, мебелью, установка компьютеров, установка интернета, информационные системы, уменьшилась нагрузка путем приема на работу дополнительно средних медицинских работников, уменьшилась нагрузка. Соответственно, мы ожидаем улучшения качества, оказываем медицинской помощи, контроле за состоянием ребенка, контроле за санитарно-эпидемиологическим состоянием в школе вообще в целом. Кроме того, в школу города внедряют пилотный проект ШМИЦ – школьная медицинская информационная система, которая создает связь между школой, здравоохранением и родителями. В случае, если ребенок пропустил школу, об этом сообщат и в поликлинику. Оттуда к учащемуся отправят врача-терапевта. Такая практика снизит риск самолечения, к тому же обмануть школу и прогулять день-другой теперь не удастся. В Шемкенте насчитывается 138 школ. В них учатся больше 200 тысяч школьников. Пришкольные медицинские кабинеты обслуживают 18 медицинских организаций, 5 из них частные.